Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши видеослушатели. Хочу остановиться на одной очень важной теме. Задают мне вопросы по поводу аудио психокоррекции. Спрашивают, как это лучше делать. Ну, технические вопросы. Слушать ли это через колонки, через наушники, через телефон? Сколько раз слушать? Знаете, у нас люди привыкли, что там, допустим, две таблетки в день надо пить. Одну утром перед едой, другую вечером перед сном. Ну, к примеру, да. Или там три раза в день надо пить таблетку. Те или иные лекарства. И задают вопрос, как лучше слушать. Вот я вам отвечаю сейчас. Здесь у нас файл аудио психокоррекции, вордовский. Его можно скачать, посмотреть. Соответственно, смысл в том, что слушать это можно в любое время, когда вам это заблагорассудится. Вот, да, можно для понятности говорить человеку, я это говорю в своих видео, что можно два-три раза в день, как минимум. Но это минимально. Музыка очень красивая. Она содержит в себе определенные частоты с определенными децибелами, которые направлены на то или иное состояние. На ту или иную поддержку, помощь. Это непростой файл, предположим, там в Вивальде времена года. Там очень большая работа в этом файле проведена для того, чтобы слушать эту музыку. Ну, вот, в данном случае, в приведенном мною примере. Поддержка в ожидании операции. Или в случае потери ребенка. Соответственно, слушать можно в любое время. Лучше это делать индивидуально, то есть в наушниках или же в одиночестве. Можно это все включить через музыкальный центр, телефон, колонку, как угодно, чтобы это было, допустим, по всему помещению, по квартире или комнате какой-то. Но лучше это делать в наушниках. Если нет возможности, можно через колонку. Ничего страшного в этом нет. Файлы записаны в формате WAV, как правило. Они разные бывают. Бывают FLAG, бывают WAV. Это самый лучший, самый качественный FLAG. WAV самое лучшее качество записи. WAV лучше всего. Это чистая запись. Слушать можно в любое время. Два-три раза в день, как минимум. Если чаще это происходит, значит делайте это чаще, если у вас есть такая потребность. В ожидании любой сложной операции. Ответил на те вопросы, которые мне задают. На этом все. Благодарю вас за внимание и здоровья вам!